Добрый вечер в Украине, 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Левых. Смертельный градус. В Закарпатье пьяный чиновник насмерть сбил женщину. Еще одна пострадавшая находится в реанимации. Опасная находка. Где британские копы обнаружили флакон с новичком? Виндзорский конфуск. Как Дональд Трамп смутил Елизавету II во время осмотра почетного караула? 24 раза боевики открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе за минувшие сутки, в том числе два раза с тяжелого вооружения. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Наибольшее количество вражеских обстрелов пришлось на мариупольское направление. Все подробности узнаем от Игоря Левенка. Да, находимся в полукольце. Это явно видно по опорным пунктам противника с вот этой стороны. И получается там их крайний край. Передовая в районе села Богдановка. Мариупольское направление. Это позиция, которую наши армейцы заняли всего несколько недель назад. Рядом оккупированное село Петровское. Под самым носом у противника. В мае этого года военные закрепились на высоте, которая теперь у врага словно кость в горле. Наши военные заняли стратегическую позицию. И хотя теперь они фактически находятся в полукольце, но это позволяет им контролировать ряд автомобильных коммуникаций противника. Позиция является очень опасной, потому что враг постоянно пытается выбить отсюда наших бойцов. Она контролирует подъезды в Петровское со стороны стыла. Эту вилку. Она контролирует подъезд к Викторовке. Она контролирует подъезд со стороны раздольного вилки Комсомольска и Лавайск. Сторону Петровского. И получается дорогу, которая ведет на Староласпу-Новоласпу. Эту местность боевики тщательно заминировали. Были растяжки, противопехотные и противотанковые мины. Но за двое суток наши солдаты разминировали территорию и начали окапываться. Напичкали более 20 единиц сняли с этой позиции. О перемирии здесь нет и речи. Боевики стреляют почти всегда. Как только наемники узнали о новой позиции украинских военных, начали ее атаковать. Нападение на пост с двух сторон пехоты противника. Это были разведгруппы. И совместно с ними работал снайпер. Снайпер снял постового, одной пулей. Одного постового убил и поймал второго же. И он был трехсотый. И с двух сторон подходили пехотные группы противника. Удалось их отразить, они отошли. Враг тоже понес потери. Теперь наемники обстреливают армейцев в основном с дальних дистанций. Стрелковая, 82-й миномет с их стороны. Ведут они себя в принципе там очень нервно, бегают, перемещаются. И пользуются тем, что украинским солдатам открывать огонь нельзя. Боевики в это время укрепляются. За период перемирия появилось у них более четырех опорных пунктов. В наглую копают. Силами трактора с лопатой удалось спугнуть. Теперь они вручную копают. Наши солдаты тоже закрепились на занятой позиции. И уверяют, выбить их оттуда врагу не удастся. Позиция за нами. И мы будем стоять до кинца. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Французские вертолеты для украинских военных. Речь идет об Airbus Helicopters. Это один из крупнейших производителей в мире. Накануне Петр Порошенко одобрил соглашение между двумя странами. Оно объединит усилия сразу нескольких ведомств. МВД, Нацгвардии, спасателей и пограничников. На встрече президент отметил, что французские вертолеты нужны в селах. Особенно в горной местности для оказания оперативной медицинской помощи. В частности, в Прикарпатии, Закарпатии и Львовской области. Наша страна сейчас отбивает российскую агрессию. И сумма, которая выделяется на этот контракт, очень значительная. И мы попросили, чтобы часть этого контракта могла бы пойти для вертолетов для Збройных сил Украины. Это может потребовать дополнительное дообладнение или уточнение модификаций, зазначенных в вертолетах. Богу очень благодарен, если бы мы могли вынести это уточнение при реализации контракта. Все подробности реализации соглашения о поставке авиатехники глава правительства, министры и представители французской стороны обсудили в Кабмине. Сколько потратят на новую технику, узнаем от Ксении Барвиненко. Согласно договору, Украина получит 55 вертолетов. Часть средств из полумиллиарда евро покроет пул французских банков, а также казначейство Франции в виде среднесрочных кредитов. Деньги пойдут не только на закупку вертолетов, но и техническую поддержку, а также обучение пилотов и персонала. Для нас уже был важный день, потому что это наш национальный праздник 14 серпня. Липня. Липня, спасибо. Вчера президент Порошенко подписал ратификационные документы. И мы имеем сегодня все представители начать работать уже степ-бай-степ, так, чтобы еще в этом году вертолеты у нас были тут. Контракт рассчитан на несколько лет. Только к 2020 году Украина планирует получить первые 10 вертолетов. А премьер уже строит планы на будущее сотрудничества с французским авиагигантом. Из-за того, что мы будем иметь достаточно серьезный количество флот, аэрбаз, вертолетов, создать в Украине центр по обслугованию вашей авиации. И, возможно, это будет региональный центр не только на Украину, а и на другие страны. И мы могли бы посмотреть, где еще мы могли бы обеспечить кооперацию и обслугованию, и ремонту, и, возможно, кооперации, и обработку элементов. Я хочу подчеркнуть, что наш сегодняшний контракт не сводится только к поставкам вертолетов. Он имеет более глубокое содержание. Речь идет о постепенном развитии вашей компетенции в сфере технического обслуживания и летной подготовки. Вертолеты передадут в пользование нацполиции ГСЧС пограничниками Нацгвардии. В МВС утверждают, подписанный контракт поможет Украине стать технически независимой от России. Ведь украинские подразделения до сих пор используют советские вертолеты Ми-8. Размова началась рік назад, когда мы обговорили вопросы обеспечения Министерства внутренних справ, в том числе и хеликоптерами. И тогда возникло вопрос, что больше парк наших хеликоптеров зависит от поставки Российской Федерации. И тогда было принято решение организовать работу с Аэрбасом в Франции, для того, чтобы мы смогли обеспечить все наши подразделения. А это государственная служба из надзвичайных ситуаций, национальная гвардия Украины, национальная полиция, государственная прикордонная служба. Согласно контракту, уже в конце этого года в Украину доставят 4 новых вертолета от Аэрбас. Ксения Барвиненко, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Военные пенсионеры, афганцы и чернобыльцы, а также дети войны объединились, чтобы бороться за свои права. В парламенте прошло заседание комитета соцполитики с представителями профсоюзных и общественных организаций. Обсуждали перерасчет пенсии. И если власть в ближайшее время не прислушается к требованиям пенсионеров-силовиков, они обещают массовые забастовки. Мы сегодня проголосовали о создании единого социального штаба. У нас будет единый социальный рух. У нас будет 5 ключевых требований. Один за всех и все за одного. Я готова взять на это ответственность по организации этой работы. Я еще раз хочу наголосить. Если наши требования по перерасчет пенсии, социальному защиту, не будут выполнены, мы готовы к верменской сценарию. Будем перекрывать дороги, перекрывать аэропорты. Будем блокировать комитет министров Верховной Рады Украины. Есть те шаги, которые показали, доказали на всех уровнях, что парламент принимал неконституционные решения, что парламент сегодня нарушает конституцию Украины, что правительство сегодня не выполняет законы Украины, тем самым также нарушая конституцию Украины. Безусловно, в любой нормальной цивилизованной демократической стране после таких решений, вывод может быть только один. Это отставка правительства и перевыборы парламента. Смертельное ДТП с участием чиновников. В Закарпатье машина, за рулем которой был глава Переченской рай-госадминистрации, сбила двух пешеходов. Одна женщина погибла на месте. Экспертиза уже подтвердила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Все подробности в материале. Как произошла авария, запечатлила камера видеонаблюдения в Перечене. По обочине идут две женщины. Навстречу едет машина. Ударяется о бетонный бордюр, ее отбрасывает на соседнюю полосу и тротуар. А это видео сняли свидетели сразу после аварии. На нем водитель внедорожника. Люди сразу узнают главу Переченской рай-госадминистрации. Виктора Олефера. Мужчина едва держится на ногах, речь несвязная. Я просто в шоке. Честно, уже такая людина сидит за рулем и в таком неадекватном состоянии. Внедорожник проехал по тротуару несколько метров. Его остановило ограждение кафе. От полученного удара на месте скончалась 57-летняя женщина. Вторая, пострадавшая в тяжелом состоянии, находится в областной больнице. Соседка, молодая, такая женщина, очень добрая, очень жалко ехали. Они каждый вечер прогуливались, шли кругом по улице и гуляли. Согласно заключению областного наркодиспансера, Виктор Олефер находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. Областной прокурор уже предъявил ему подозрение. Меру пресечения суд изберет в понедельник. Прокуроры будут настаивать на аресте. Полиция распочала за данным фактом криминальное проведение. Это порушение правил безопасности и дорожного движения, что причинило смерть потерпелого. Санкция статьи предпочитает избавление воли на срок от 3 до 8 лет. Следствие проводит специализированный отдел следовательного управления ГУНТ области. Губернатор Геннадий Маскаль поддержал прокуроров, требует для задержанного ареста и рассказал, Олефер отстранен от выполнения служебных обязанностей и уже написал заявление об увольнении. Кроме того, стало известно, что за час до аварии в перечине Олефер устроил еще одну аварию. Протаранил «Жигули» в селе Ворочево. Полиции пояснили, когда приехали на место аварии, внедорожника уже не было, а владелец «Жигулей» не имел претензий к виновнику ДТП. Поэтому тот задержан не был. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал «Интер», Закарпатская область. Накануне Дня Металлурга нардепы проинспектировали сразу несколько объектов социальной сферы в Мариуполе. В частности, детсад в поселке Волонтеровка, больницу скорой помощи и детское инфекционное отделение одной из городских больниц. Все они находятся под патронатом холдинга «Метинвест» и МКК «Лича». Горно-металлургический комплекс Украина – это ценовой хребет нашей экономики. Горно-металлургический комплекс сегодня – это наполнение бюджета, это развитие городов, это строительство инфраструктуры, это стабильность и процветание нашей страны. Сегодня мы еще раз благодарим всех сотрудников, всех работников, металлургов, корняков. На грани экокатастрофы специалисты требуют от чиновников, ответственных за состояние окружающей среды, объяснить, куда ушли деньги, кто стоит за предприятиями, загрязняющими воду. Все подробности в нашем материале. Несколько сотен активистов из большинства областей страны напомнили власти о надвигающейся экологической катастрофе. Речь идет о загрязнении водоемов. В доказательства из регионов привезли и пробы воды, и мертвую рыбу. Активисты уверены, власть должна ужесточить наказание для загрязнителей водоемов. Предложение передали народному депутату Сергею Рудыку. Редактор субтитров А.Семкин Участники акции и сам нардеп уверены, вопрос о том, куда ушли деньги, необходимо задать и в Верховной Раде, и в Кабинете Министров. Наша акция, она безстроковая. Будем ее вести, пока не звернуть увагу наши можновладцы. Экологическая ситуация в стране очень скоро отразится на жизни всех, без исключения украинцев, уверен нардеп. Ведь загрязнение рек и озер напрямую связано с работой предприятий, которые обеспечивают фильтрацию воды. 15 червня остановил свою работу единственный монополист предприятий Дніпро-Азор, который производит жидкий хлор, без которого ни один директор или технагляд водоканалу не имеет права принять, отпустить воду. Вот такую воду, что отбывается? Это вода идет в кран, проходит система очистки, и дальше идет в кран и вживает люди. Если этого хлора не будет, а его не будет через 20 дней, с сегодняшнего дня, то не будет что очищать. Кишковая палочка – это будет самый минимум, что люди отримают после использования этой воды, и даже если они будут идти 25 раз кипятить. Юлия Жешко и Андрей Ярковой. Подробности – телеканал «Интер». Коммунальщики Ивана Франковска наткнулись на легендарную Станиславскую крепость. Она была построена в середине 17 века по проекту французского архитектора Франсуа Карасини и была настолько неприступной, что смогла остановить турецкую армию. Огромные кучи земли, длинные траншеи. В центре Ивана Франковска группа археологов сантиметр за сантиметром откапывают фрагменты старины. Когда строили фортецю, это же котлован был. И в котловане как бы строится конструкция, а потом этот котлован засыпается будильным сметчем для укрепления его. И так, такой тип конструкции, он характерный для 17-го столетия. На уникальную историческую находку две недели назад наткнулись коммунальщики. Обустраивая место для балардов, нашли кладку из белого тесаного камня – алебастра. Это кладка Станиславской фортецы, которая появилась в 60-х годах 17-го столетия. Фортеца была три въезда. Галицкая, Галицкая брама, або Львівская ее еще называют, Тисманицкая и, рядом с Верменской церкви, Верменская фиртка. Главным сооружением крепости были Тисминецкие ворота, через которые тогда заезжали в город. Наложив давние планы и чертежи на современную карту города, стало понятно. Они находились на месте, где как раз идут раскопки. Это, очевидно, часть правого корпуса от фортецы. Когда начали открывать большую стену, оно подтвердилось тем, что это большой фундамент великого споруды, которая, очевидно, была двухъярусной. За две недели археологи сумели добраться до старинного фундамента, более двух метров вглубь. Работают на волонтерских началах. Савва Иванович, один из энтузиастов, говорит, интересуется историческим прошлым своего города. Тяжелую работу археологов скрашивают находки, фрагменты керамической посуды, остатки кафеля и даже монеты времен Речи Посполитой. Раскопок никогда не видел тут, в Франківске. Это интересно, что тут случилось, кто использовался и так далее. Такое историческое значение, наверное, имеет. Если бы ее оттворили, хотя бы приблизительно в таком виде, как она была, и это была бы дополнительная аттракция. Я работаю гидом, и сегодня мы шли, был гид из Аргентины, он тут заглядывал, смотрелся, говорит, что археологические раскопки. Вот так зацікавило. На возведение музея чиновники пообещали выделить деньги из горбюджета. Андрей Кровец, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер Ивана Франковск. Отток врачей из Украины на Черный континент продолжается. За год туда уезжают до сотни лицензированных хирургов и терапевтов. Это данные Украинского медицинского совета при Минздраве. Что влечет туда специалистов и с какими трудностями они сталкиваются, узнаем от Геннадия Вивденко. Это один из торговых центров в Найроби, республика Кения. Тут офис украинского доктора Владимира Щукина. За несколько лет он стал одним из самых популярных медиков в этой стране. Спрос огромный. Тут есть какие-то мелкие, скажем, процедуры или операции, которые не требуют наркоза. Я их могу здесь делать. Его медицинская история одна из сотен тут. Доктор Щукин родом из Крыжополя. Учился в Виннице и Луганске. В конце 80-х уехал лечить африканцев. В Москве там передавались мои бумаги. Кажут, слушай, хочешь в Уганду или Кению? Тут есть два варианта, куда ты можешь поехать. Я так подумал, 20 секунд, скажу, в Кению. В 90-х хирург Щукин вернулся. Стал главврачом райбольницы в Винницкой области. Вместо лечебной практики в основном доставал краску и стройматериалы для ремонта. Был такой бартер с местными хозяйственниками. В обмен на хирургические операции. Уезжать не хотел, но довелось. Потом работа в ЮАР и Уганде. После вернулся в уже знакомую Кению. Познакомился с местным президентом, лечил его окружение. Щукин стал тут знаменит. Но признается, это его первое интервью украинским СМИ. Показывает свою больницу. Просторный офис, две операционных. Не жалуется. Тут у украинского хирурга родилось двое детей. Впрочем, были и страшные события. Во время массовых волнений на минувших президентских выборах пришлось оперировать множество раненых. Выучил еще одну местную особенность. Сначала местные идут за лечением к местному колдуну. Если тот не помогает, тогда к украинскому доктору. Нина Бондаренко терапевт из Кривого Рога. В Африку уехала в конце 80-х. В Мозамбике работала на португальскую строительную компанию. Сетуют на другие африканские обычаи. Женщина тут не может лечиться без разрешения мужа. Те же проблемы и у Щукина в тысячах километрах севернее. Рассказывает недавний случай с одной из африканок. Несколько недель в клинике Щукина практикуется молодая кинейка Марин. Делает тесты пациентов. Хочет стать доктором-исследователем под руководством украинца и расти дальше. Доктор Щукин один из лучших специалистов страны. И я с ним работаю. Это великолепно. Я уже месяц. У него это лучшая практика. Моя мечта стать хирургом. И я начинаю это с этой лаборатории. Сейчас Щукин тут практикует в суперсовременном направлении. Лапароскопической хирургии. Это когда, используя маленькие зонды, проводятся операции внутренних органов. Без разрезов скальпелем. По официальным данным Украинского медицинского совета, в Африке работают не меньше тысячи украинских медиков. Ведь зарплата в госклинике тут стартует от 2,5 тысяч долларов. Геннадий Вивденко, Вячеслав Фролов, Павел Лысенко, Сергей Салма. Подробности телеканал Интер из Кении и Мозамбика. Британская полиция обнаружила флакон с новичком. Это нервно-паралитическое вещество нашли в доме у одного из пострадавших, Чарли Роули. Он по-прежнему находится в больнице, но его состояние уже не столь критично. Все подробности расскажет наш британский Сапкор Светлана Чернецкая. Небольшую бутылку с жидкостью нашли еще в среду. Тут же отправили на анализ в военную лабораторию Порт-эн-Даун. Там подтвердили, содержимое флакона – это химическое вещество боевого действия новичок. Это, безусловно, важный и позитивный сдвиг. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось. Поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени. До сих пор непонятно, как флакон попал в руки Чарли Роули и его подруги Дон Стерджес. По основной версии полиции, пара случайно нашла емкость, которую выбросили после отравления бывшего двойного агента Сергея Слеполя и его дочери. Мы продолжаем работать над этим расследованием в тесном контакте с полицией. И в настоящее время с полицейскими работают 185 военнослужащих. Простая реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле. И это уже привело к смерти одного гражданина Британии. И я думаю, что в этом вопросе мир объединится и осудит действия России. Детективам уже удалось немного пообщаться с Чарли, но он все еще очень слаб. Ему сложно сконцентрироваться и есть проблемы с памятью. О состоянии Роули рассказал его брат Мэтью. Говорит, Чарли очень похудел и не может даже поднять голову с подушки. Мэтью пришлось надеть защитный костюм, чтобы войти в палату. Они разговаривали в присутствии полицейского. Москва же отрицает любую причастность к отравлению. Из четырех пострадавших от новичка трое выжили. А вот Дон Стерджис скончалась в воскресенье. Полномасштабное расследование продолжается. Полиция просматривает почти полторы тысячи часов видео с камер наблюдения. А также изучает маршрут пары. Ну и это может занять недели и даже месяцы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Из Германии депортировали бывшего телохранителя Усамы Бен Ладена. Он жил в немецком Бохуме более 10 лет. И по данным спецслужб мог представлять угрозу национальной безопасности. Связана ли эта ситуация с попытками отправить в отставку немецкого министра внутренних дел, разбиралась Татьяна Лагунова. Министр внутренних дел должен уйти в отставку. Освободить кресло главного силовика страны призывают немецкие правозащитники и политики. Дескать, Хорзе и Хоффер слишком циничен и недостаточно человечен, чтобы занимать влиятельную министерскую должность. Под огонь критики министр попал из-за комментария по поводу высылки из Германии группы афганских беженцев. Несколько дней назад он доложил журналистам, депортированы 69 человек, которые не получили в стране убежище и совершили правонарушения. И добавил, произошло это в день его рождения. В день, когда мне исполнилось 69 лет, мы выслали в Афганистан 69 человек. Цифры совпали случайно, я не заказывал. Это намного больше, чем депортировали раньше. Министр пошутила, через несколько дней афганские СМИ сообщили, и один из депортированных покончил с собой. Молодой парень повесился в лагере для беженцев в Кабуле. Шутка Зайрхофера про день рождения и депортацию была сама по себе неудачной. А сейчас, когда мы знаем, что 23-летний парень, который прожил в Германии 8 лет, покончил с собой, слова министра представляют в другом свете, а не зловещие. Сам министр уже заявил, что сожалеет о смерти парня, но причин подавать в отставку он не видит. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Масштабные наводнения в Китае. Тадж махал под снос. И, как во Франции, отмечают день взятия Бастилии. Обо всем этом прямо сейчас. Китайская провинция Сычуань продолжает страдать от сильных наводнений. Из-за мощных ливней реки вышли из берегов, разрушив мосты и крупные автомагистрали. Десятки тысяч людей эвакуировали из зоны стихийного бедствия. Ущерб от наводнения оценивают почти в 4 миллиарда долларов. А синоптики тем временем прогнозируют ухудшение погоды. 12 школьников, которых на днях спасли из пещеры в Таиланде, пообещали выписать из больницы уже 19 июля. По мнению врачей, дети и их тренер быстро идут на поправку, несмотря на длительное пребывание в затопленной пещере. У некоторых из спасенных развилась пневмония и инфекционные заболевания. Однако теперь их здоровью ничего не угрожает, и все скоро вернутся домой. Индийское чудо света Тадж-Махал пригрозили снести. Верховный суд Индии направил правительству письмо, в котором подчеркивается сооружение, постепенно разваливается, а белый мрамор начал активно покрываться мхом и плесенью. В своем послании судьи предложили несколько вариантов решения проблемы. Закрыть для посетителей, отреставрировать или же полностью разрушить Тадж-Махал. Дональд Трамп во время своего визита в Великобританию смутил королеву Елизавету II. В сети обнародовали видео, на котором президент Соединенных Штатов осматривает почетный караул. Пользователи обратили внимание на то, что Трамп шел впереди, а затем резко остановился, вынудив Елизавету обойти его с другой стороны. Согласно этикету, идти впереди королевы не запрещено, хотя и не приветствуется. Во Франции сегодня отмечают национальный праздник «День взятия Бастилии». В центре Парижа маршировали более 4000 солдат. Поучаствовать в параде президент Франции Эммануэль Макрон пригласил также японских и сингапурских военных. Парад военной техники начался с пролета 64 самолетов. Не обошлось и без курьезов. Во время парада столкнулись двое полицейских на мотоциклах. Один из самолетов выпустил дым красного цвета вместо синего, тем самым нарушив последовательность цветов французского флага. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и до встречи завтра. Субтитры подогнал «Симон»!